В Москве прошел съезд партии «Единая Россия». На нем взяли курс на обновление, в устав партии добавили нормы этики, а также обсудили новые национальные проекты. Окружная администрация разработала ряд новых мер поддержки студентов целевого набора медвузов и врачей, приехавших работать в округ. Уникальную книгу «Колевала», вышедшую сразу на трех языках, презентуют в Ненецком округе. Издание подготовлено Архангельским литературным музеем. В Наринмаре прошел региональный чемпионат по настольному теннису. Он стал заключительным этапом спартакиады региональной организации «Общество Динамо». В эфире новости на телеканале «Север» с вами в студии Илья Сахаров. Здравствуйте! В Москве прошел съезд партии «Единая Россия». Участие в нем приняли более 3,5 тысяч делегатов, в их числе и представители Ненецкого округа. На съезде взяли курс на обновление, в устав партии добавили нормы этики, а также обсудили новые национальные проекты. Мария Владимирова с подробностями. 18-й съезд партии «Единая Россия» прошел на площадке «Крокус-экспо». Первый день работы съезда посвятили обновлению партии, лидерству и открытости. Это основные приоритеты партии на ближайшую перспективу. Эксперты и участники площадки лидерства затронули вопросы анализа и прогнозирования общественно-политической ситуации, управления рисками и подготовки партии к предстоящим избирательным кампаниям. Лидерство, прежде всего, мы объясняем все, что связано с диалогом с жителями, с избирателями нашими, где мы работаем, где проводим избирательные кампании. И чем меньше дистанция у органов власти, у представительных органов, депутатов с избирателем, тем лучше. Поэтому главная задача – сократить дистанцию максимально. А вот как взаимодействовать с гражданами и какие инструменты при этом использовать, детально говорили на второй площадке «Открытость». Это очень важно на сегодняшний день, я считаю, потому что именно через гражданское общество можно реализовать партии, те проекты, которые мы сегодня реализуем. Именно с опорой на людей. В принципе, что у нас сегодня происходит? Нам нужно больше внимания, я считаю, с научной точки зрения, в том числе, уделить и научиться взаимодействовать именно с народом, с гражданами, чтобы в результате у нас партия власти, как было сказано прекрасно, на площадке превратилась в партию народа. То есть партия власти граждан. Повышением квалификации и уровня компетенции работы исполкомов для реализации поставленных целей займется новый проект партии «Высшая партийная школа». О его запуске, в том числе в регионах, сообщили на площадке обновления. Создание высшей партийной школы, чтобы это была учеба. Учеба она была не в Москве, а в своих населенных пунктах. И в первую очередь, чтобы это учили секретарей первичных организаций, учили молодых депутатов, ну и в общем молодежь. Чтобы в высшей партийной школе рассматривались такие вот вопросы по региону, например, ЖКХ, бюджет. Вот эти все вопросы основные. Кроме этого, на площадке было объявлено о запуске собственного мобильного приложения «Единая Россия. Партия на ладони», которое включает электронный партбилет, интегрировано с порталом госуслуг и сервисом «Наблюдатель». Познакомились с новым приложением, партийным электронным приложением, где также можно будет общаться с коллегами-депутатами с разных регионов, смотреть, как они решают проблемы, которые у них возникают по тем или иным аспектам. Поэтому очень важное мероприятие. Во второй день работы съезда на площадке «Крокус-Экспо» обсудили партийные проекты, которые касаются каждого жителя. Один из них – городская среда и чистая страна. Спикер собрания депутатов Ненецкого округа Александр Лутовинов поинтересовался у министра природных ресурсов, каким образом особенности логистики будут учитываться правительством при вывозе твердых бытовых отходов. На самом деле этот вопрос для нас становится актуальным, одним из самых важных. И я хочу сказать о том, что если северный морской завоз для нас очень дорогой, то вывоз муцера может быть для нас не менее затратным. Дмитрий Николаевич согласился с тем, что эта проблема действительно имеет место быть. И что особенности логистики на северах должны быть учтены. И пообещал, что данная проблема будет учтена в тех поправках, которые они выработают на своем правительственном уровне. По итогам обсуждения на дискуссионной площадке были разработаны предложения и рекомендации, позволяющие регионам до конца текущего года максимально подготовиться к новой системе обращения с отходами, а также гарантирующие субъектам России недопущение мусорного коллапсова в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Кульминацией второго дня работы съезда стало пленарное заседание, участие в котором приняли президент страны Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев. Председатель партии подчеркнул, что «Единая Россия» как главная политическая сила страны готова сделать все для развития России. «Единая Россия» – это партия народного большинства и должна играть ведущую роль в достижении национальных целей развития. Это и привилегия, и ответственность нашей партии как крупнейшей политической силой. Партии готовы принимать весьма непростые решения и действовать в стратегических интересах страны и большинства ее граждан. На выборы следующего года «Единая Россия» идет с обновленной повесткой дня. Ее определяют национальные цели развития майского указа президента страны. Только в ближайшие три года на финансирование национальных проектов направляются триллионы рублей, но еще больше – ответственность, которую партии несет за будущее страны. Речь шла о национальных проектах, которые сейчас уже приступаем к реализации этих национальных проектов в регионах. И Дмитрию Анатольевичу он высказался по поводу политического контроля за исполнением этих национальных проектов. И я думаю, конечно, мы все к этому подключимся. Цели понятны и очевидны. Это и рост реальных доходов, снижение бедности, и ускорение технологического процесса, и стабильный экономический рост всей экономики, улучшение жилищных условий, городской инфраструктуры, эффективное здравоохранение и высококлассное образование. Те задачи, которые поставил перед нами президент, они очень амбициозны, масштабны. И для того, чтобы решить их, действительно нужны усилия. И усилия не только Государственной Думы, правительства, всех органов власти, региональный, муниципальный уровень. И вот в этой связи, на мой взгляд, очень важно в выступлениях прозвучало у докладчиков то, что те задачи, которые поставил президент, партия «Единая Россия» возьмет на особый контроль, на партийный контроль. Я буквально недавно был в Красном, встречался с населением, много пришло людей на прием, и они задают вопросы, в том числе по тем указам, которые были, тем положением, которые отмечены в указах президента, действительно есть над чем поработать, на что обратить особое внимание. Президент страны Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» работать на результат, а не топтаться на месте. По его словам, граждане должны видеть результат работы партии. Впереди время напряженной, большой работы, от которой будет зависеть будущее нашей страны, я уже об этом сказал. И всем нужно трудиться в полную силу, действовать активно, быть впереди, не бояться ответственности. Работать на результат, ради общего дела. Чтобы граждане на деле видели, что «Единая Россия» не топчется на месте. Чтобы в ее рядах действительно смелые, талантливые, честные и откровенные люди. Чтобы число ваших сторонников росло в процессе реализации конкретных проектов. Чтобы люди по всей стране, в каждом городе «Единая Россия» чувствовали, понимали, что именно «Единая Россия» не боится перемен и добивается изменений больше. Причем действовать надо оперативно и незамедлительно. Владимир Путин отметил, мир в целом находится в состоянии трансформации. И если вовремя не сориентироваться, то отстать можно навсегда. Действительно, президент подчеркнул это отдельно, что сегодня и мир, и наша страна находятся в процессе серьезнейшей трансформации. И не чувствовать этого, на самом деле, не может никто. И наше дело не опаздывать за эту трансформацию, а идти в ногу, что называется, со временем и в ногу с этими переменами. Мне кажется, были заявлены основные тезисы, которые сказал президент. Вот это справедливость, честность, открытость. И сегодняшний съезд проходит под лозунгом «Главная ценность – это человек». Вы, как знаете, мне этот лозунг крайне близок, и я всю свою деятельность изначально говорил, что готов подчинять именно этому направлению. Мне кажется, если мы сегодня выстроим конструктивный диалог с обществом, с нашими жителями, то мы совместно сможем решать большинство вопросов. Потому что, кто бы что ни говорил, мне очень хочется, чтобы Единая Россия из такого, знаете, приклеившегося к ней гирлыка партии власти на самом деле превратилась и обязательно это сделает. И я буду в этом направлении всячески способствовать и работать, чтобы она стала партией народного большинства. Завершилось пленарное заседание выборами в Генсовет партии. Это мероприятие проходит ежегодно. По итогам голосования от Ненецкого округа в Генсовет вошел глава региона Александр Цибульский, отметив, что для него это дополнительная ответственность и возможность принимать те или иные решения в интересах жителей Заполярья. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север Москва». Миллион рублей – единоразовая выплата, которая будет назначаться медицинским работникам, врачам и фельдшерам, приехавшим на работу в лечебное учреждение округа. Администрация НАУ разработала ряд новых мер поддержки студентов, целевого набора медвузов и врачей, приехавших работать в округ. Соответствующие изменения в окружное законодательство одобрены сегодня на заседании администрации округа. Эти меры финансовой поддержки предложены администрации в целях привлечения специалистов в области здравоохранения и преодоления кадрового дефицита медицинских работников. Речь идет о тех работниках, которые прибыли или переехали на работу в Наринмар, поселок Искатель или сельский населенный пункт региона. Предлагается установить выплаты в следующих размерах. Возвращающие, которые прибыли или приехали в рабочие поселок искать либо в город на Наринмар в размере 500 тысяч, в предмете это идет в рамках дополнения той суммы выплат, которая сегодня установлена в рамках земского доктора, в том объеме, который уже существует. Кроме того, в целях заинтересованности заключения договоров о целевом обучении, а также с целью возврата студентов и ординаторов в регион для дальнейшей работы будут предусмотрены стимулирующие выплаты. Ежемесячная стипендия, обучающаяся на отлично в размере 5 тысяч рублей и обучающаяся на хорошо отлично либо хорошо в размере 2 тысяч рублей. Также предлагается предусмотреть компенсацию за наем живого помещения и компенсацию стоимости приезда к месту учебы и обратно. При этом договор о целевом обучении будет предусматривать и обязательства со стороны обучающегося. В частности, будущий медик будет проходить практику в медорганизации, с которой заключен договор. А через месяц после получения диплома должен быть трудоустроен в это учреждение и проработать там не менее трех лет. В обратном случае договор предусматривает возврат в бюджет округа средств, которые потрачены на оплату обучения этого выпускника. Данный законопроект будет направлен в собрание депутатов Ненецкого округа и будет рассмотрен на очередной сессии ЗАГС Собрания. Ольга Руслова, Антон Водряков, Телеканал Север. Реконструкция дороги на Ренмар-Красное будет продолжена. Финансирование работ на заседании комиссии по экономической политике и бюджету повторно рассмотрели депутаты окружного собрания. Всего на реконструкцию дороги на Красное запланировано 232 миллиона рублей, в том числе в 2019 году около 116 миллионов рублей. Как рассказал руководитель профильного департамента Александр Лидер, в следующем году в поселок Красное реконструкция коснется дорожного полотна. Будут предусмотрены две полосы движения по 3 метра в каждую сторону. Построены тротуары, покрытие будет асфальтобетонное. Сроки реализации 2019-2021 годы. Механизм подготовки муниципалитетов Ненецкого округа к зиме станет надежнее. Меры по повышению устойчивости функционирования органов местного самоуправления к реализации мероприятий для работы в осенне-зимний период приняты администрацией региона. Изменения внесены, чтобы предоставить возможность получателям субсидий муниципальным образованием выполнять закупку материалов и оборудования путем рассрочки платежей или частичного авансирования и средств окружного бюджета, а не ждать окончания работ, как это делалось ранее. Принятое постановление касается только вопросов подготовки инфраструктуры, электро, тепла, газа и водоснабжения населения, а также услуг водоотведения. Уникальную книгу Калевала, вышедшую сразу на трех языках, презентуют в Ненецком округе. Сборник карелофинского эпоса на финском, русском и ненецком языках вышел ограниченным киражом. Всего 50 экземпляров. Издание подготовлено Архангельским литературным музеем. Полный перевод эпоса на ненецкий язык сделан поэтом Василием Литковым. Калевала, эпическая поэма на основе древних карельских и финских народных песен, впервые зазвучит на ненецком языке. В сборнике 50 рун, на страницах книги множество иллюстраций известных художников, фоторабот, а также рисунков победителей различных детских конкурсов. Сборник Калевала будет интересен лингвистам, этнографам и всем, кто интересуется этнографией Севера. 20 лет назад ненецкий поэт Василий Николаевич Литков перевел Калевалу на ненецкий язык. Но издать ее у него не получилось. А издать эту книгу ему пообещал директор Ахангельского литературного музея Борис Михайлович Егоров. И свое обещание в юбилейный год поэта выполнил. И вот в этом году мы имеем такое событие важное, как выход книги Калевала на ненецком языке. Мы приглашаем всех желающих на презентацию книги Калевала, которая состоится 14 декабря в 14 часов. В Наринмаре прошел региональный чемпионат Динамо по настольному теннису. Заявки на участие в соревнованиях по одному из самых быстрых видов спорта подали более 40 человек. Всего участвовало 6 команд. Сборные региональных управлений Росгвардии и МВД, Главного управления МЧС, судов округа, войсковой части номер 12403, а также ветеранов правоохранительных органов и силовых структур. Среди участников присутствовали как опытные спортсмены, так и те, кто впервые взял в руки ракетку для пинг-понга. Так успешно дебютировал и завоевал бронзу в личном зачете военнослужащий войск Национальной гвардии Виталий Левищенко. В соревнованиях я участвую первый раз. Последняя моя практика была в далеком детстве. Как думаете, что вам помогло победить? Наверное, желание. А в следующем году вы планируете участвовать? Да, конечно. Теперь я буду чаще ходить, заниматься теннисом, чтобы в следующем году выиграть. Серебра в личном зачете среди мужчин удостоился военнослужащий войсковой части номер 12403 Сергей Колупаев. Золотой медалью награжден победитель прошлогоднего чемпионата Игорь Домрачев, заместитель председателя Наринмарского городского суда. Настольным теннисом я занимаюсь достаточно давно, поскольку мой отец играл в настольный теннис, поэтому с определенными перерывами, естественно, я играю в настольный теннис с 7-8 летнего возраста, то есть, в принципе, всю сознательную жизнь. Насколько серьезный уровень соревнований? Как вам удалось одержать победу? Уровень соревнований достаточно хороший, высокий, особенно если посмотреть на массовость участников, то есть, значительное количество людей принимают участие в данных соревнованиях. Ну, что позволит дожить победу, я регулярно принимаю участие в городских и в окружных соревнованиях, которые проводятся в последнее время. Поэтому достаточно часто тренируемся, поэтому только-только через тренировки, через тренировки. Золотой кубок состязаний вручили команде войсковой части. Серебряного удостоилась сборная управления Росгвардии по Ненинскому округу. Бронза у команды окружных судов. Чемпионат по настольному теннису стал заключительным этапом спартакиады региональной организации общества «Динамо». В ближайшее время будут подведены ее итоги, которые определят победителей целой серии спортивных соревнований, проходящих в течение нынешнего года. Иван Никонов, Александр Бобрякович, Сергей Шарун, телеканал «Север». И на этом у меня были все новости. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды медицинский центр «Решма». «Решма».